Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления пасты с брокколи и колбаской. При соединении этих двух ингредиентов паста получается очень вкусная и сочная. Для приготовления нам понадобятся брокколи, домашняя колбаска. Я выбрала колбаску, приготовленную не из фарша, а из рубленого мяса. Паста. Для приготовления этого блюда лучше взять вид пасты ушки или ракушки. Эта форма пасты идеально подходит для этого соуса. Благодаря своей шершавой текстуре и форме скорлупы, соус попадает прямо внутрь пасты. Потом для приготовления пасты нам нужен сыр пикорино или какой-либо другой сыр, приготовленный из овечьего молока. Немного белого сухого вина, оливковое масло, зубчик чеснока и соль по вкусу. Разделяем брокколи на соцветия, моем и отправляем вариться в кипящую подсоленную воду на 3-4 минуты. В это время на сковороду наливаем оливковое масло, добавляем зубчик чеснока и ждем, когда чеснок подрумянится и отдаст маслу весь аромат. Убираем чеснок, он больше нам не нужен. Теперь добавляю домашнюю колбаску. Руками рву колбаску на мелкие кусочки, оболочку выбрасываю. Как только колбаска чуть посветлела, сбрызгиваем немного сухим белым вином. Вино испарилось. Добавляем брокколи, которые уже за это время успели отвариться. Соцветия я немного разбиваю лопаткой. Добавляю перчик по вкусу. Готовим буквально 2 минуты, чтобы соединить вкусы. Если видите, что брокколи с колбаской суховаты, добавьте немного воды из кастрюли, в которой варится паста. Чтобы паста была вкуснее, лучше всего отваривать ее в той же воде, где варились брокколи. И обязательно смотрите время приготовления пасты на упаковке. Паста готова! Перед тем, как отбросить пасту на дуршлаг, зачерпните полстакана воды из кастрюли, она может еще пригодиться. Отбрасываем пасту на дуршлаг и сразу же отправляем ее на сковороду к брокколи и колбаске. Хорошо перемешиваем. И если вы видите, что паста немного суховата, добавьте пару ложек воды. Затем посыпаем сверху немного сыра и наша паста готова. Раскладываем пасту по тарелкам и еще раз сверху посыпаем тертым сыром. Быстро и вкусно! А самое главное, теперь в вашей кулинарной книге прибавится еще один рецепт итальянской кухни. Я уверена, эта паста вам понравится. А этот рецепт для тех, кто любит баклажаны. Из баклажанов я готовлю много блюд. Сицилийскую капонату, пасту с баклажанами, баклажаны во фритюре, котлеты из баклажанов и тунца, тимбалло и разнообразные закуски. Тимбалло из баклажанов – это довольно простой рецепт, у которого огромное множество вариаций. У меня самый простой рецепт приготовления. Возьмите его за основу, а там между слоями можно добавлять фарш и разнообразные колбаски. Нарезаю баклажаны на кружочки, заливаю водой и оставляю на час. Затем сливаю воду, обильно солю и оставляю на 30 минут. Промываю под проточной водой и подсушиваю на бумажном полотенце. Затем готовлю баклажаны на гриле. В это же время я приготовила томатный соус. Пассата де помодора вылила в кастрюлю и готовила где-то 15 минут. В конце приготовления посолила. Моцареллу нарезала на кубики. Сыр пармезан натерла на терке. Форму смазываю томатным соусом. Затем выкладываю слой баклажанов. Смазываю баклажаны томатным соусом. Добавляю немного нарезанной моцареллы и сыр пармезан. И так делаю несколько слоев. Моцареллу нарезана по пути. Им можно сделать такое. Вот здесь, между слоями, можно добавлять прошутто и всевозможные колбаски. И мой вам совет – не добавляйте много томатного соуса, а лишь смажьте баклажаны. Тимбаллу из баклажанов отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Это блюдо очень вкусное, как горячее, так и холодное. Если у вас остались баклажаны, можно приготовить закуску. Измельчаем чеснок. В Италии нет чеснокодавки, поэтому я всегда толку в ступке. Я смешиваю оливковое масло, чеснок и щепотку соли. В глубокую посуду выкладываю слой баклажанов, поливаю чесночным соусом, добавляю базилик. И так слоями, пока не закончатся баклажаны. Потом закрываю чашку крышкой и хорошо встряхиваю. Оставляю настояться несколько минут и можно подавать на стол, как закуску. На этом наша танго на кухне заканчивается. Хороших вам выходных и до новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...